Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дима близко». Программа, которая выходит в рамках программы «Культ Просвет». И в студии в Риге работает Вадим Родионов. А в Берлине Денис Ханов. Денис, здравствуй. Здравствуй. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я думаю, что сегодняшнюю нашу беседу мы могли бы посвятить теме, которая, опять же, может соединить два города, Ригу, Берлин. И могла бы, может быть, потолкнуть нас к размышлениям на тему того, как в рамках одного города могут сосуществовать разные культуры. Причем культуры не только в этническом представлении, религиозном, социальном. Может быть, культуры, которые связаны с различными состояниями здоровья человека, с его способностями. Но также и город, который наполняется памятью различных групп, культур, общин, которые, может быть, совсем недавно переехали в этот город или являются, условно говоря, старожилами. Поэтому мы решили назвать условно нашу сегодняшнюю программу «Пестрый город». Именно потому, что «Пестрое», хотя в русском языке не всегда несет позитивную нагрузку, но во многом «Пестрое» — это синоним яркого, разнообразного, отличного, интересного того, что может, допустим, быть познавательным, привлекать и не отталкивать. И так как в рамках нашей программы мы стараемся все-таки развенчивать и политические мифы, и, скажем, правопопулистский дискурс, который у нас доминирует, к сожалению, и в парламенте, и на уровне политики, и в контенте СМИ, то мы, несомненно, сегодня попытаемся нашу беседу построить вокруг и тем боязни подобного города, боязни разнообразия культур. И мы хотели бы сегодня попытаться вместе ответить на вопрос, чем это угрожает, в том числе и развитию города. Поэтому я хотел бы, может быть, если Вадим позволит, начать с того, что мои первые впечатления от длительного присутствия в Берлине, не туристического, ибо во время туристической поездки мы часто не замечаем, скажем, какие-то тени или, скажем, те стороны города, которые нам могут показаться неприятными. Но мы улавливаем, может быть, то самое яркое, интересное и праздничное. Так вот, если проведешь в каком-то городе больше времени, а так получилось, что в Берлине я сейчас нахожусь уже почти три месяца, начинаешь этот город видеть по-другому. И для многих русскоязычных радиослушателей, тех, кто находится в нашем регионе, Берлин несет в себе и историческую смысловую нагрузку. В том смысле, что это город катастрофы, и это город победы. Здесь интересно, извини, что тебя перебил, потому что в Берлине в центре есть церковь, полуразбомбленная церковь, которая сделана музеем, это символ города, как раз она пострадала от бомбардировки, и ее сохранили в таком виде для того, чтобы она символизировала ту катастрофу, которую пережила Германия, где сформировался нацизм, где был Адольф Гитлер, потом был проигрыш в войне, потом был Нюрнбергский трибунал, и потом было достаточно долгое и тяжелое переосмысление своей истории, которую пережил немецкий народ. Мне кажется, вот эта церковь – это символ этого всего. Несомненно, эта церковь, которая несет в себе в переводе, скажем, смысловую нагрузку церковь поминовения или церковь памяти, церковь воспоминаний, гидречность кирхи, она во многом действительно сохранила не сколько, может быть, свою религиозную функцию, сколько функцию места памяти. И местами памяти называют любые предметы или объекты, которые несут в себе интерпретацию прошлого. И здесь, я думаю, нам очень важно понять, что в современной Европе, когда происходит поиск так называемой транснациональной памяти или памяти, которая, скажем, может стать общим пространством для всех европейцев. Конечно же, Вторая мировая война, которая не началась с 22 июня 1941 года, которая началась в 1939 году и длилась для многих куда дольше, чем для жителей тогдашнего Советского Союза, она во многом является той глубокой катастрофой, которой людей объединяет. Объединяет и в то же время разъединяет. Мы это хорошо видим на примере Латвии, где, надо сказать, латвийская политическая элита пока что еще находится в такой возрастной категории тинейджеров. Они не в состоянии принять то, что быть европейцами означает попытаться развивать, скажем, и в национальном государстве европейские представления о катастрофах. А это всегда означает и дискуссия о ответственности. Я очень рад видеть, что целый ряд частных инициатив, историков и музеев работают над этой темой. Но говоря, например, о Берлине, я вижу, насколько важно для этого города сохранить все многообразие тех ролей, функций или периодов, которые, скажем, отпечатались в этом городе. Это не только, скажем, так называемый период основания империи, конец 19-го столетия, 1871 год, основания, скажем, единой Германии. Это не только период Вильгельма II, когда, собственно говоря, кричащий, вульгарный национализм стал государственной политикой и наращивал потенциал для Первой мировой войны. Потому что, надо сказать, что Вильгельм II, будучи очень экспрессивным и эмоционально неустойчивым императором, он очень любил Вагнера, сам иногда рисовал новые униформы и на машине, скажем, повелел установить клаксон с музыкальными фрагментами из Вагнера. Все это безумие в результате стало в какой-то степени триггером для Первой мировой войны. Правда, в этом участвовали и другие страны Европы. По сути дела, скажем, вульгарный, кричащий национализм, который заразил европейцев в конце, скажем, десятых годов XX века, привел как раз, собственно говоря, к Первой мировой войне. Этим заболели и Российская империя, и Италия, и Франция, а может быть, в меньшей мере Великобритания. В любом случае, Германия показала на своем примере истории XX века, насколько опасен национализм, но он развивался в городе. Несомненно, сельская местность постепенно уступала свое место, и политика происходила, да и происходит до сих пор в городе, потому что город – это, конечно же, стечение людей, столкновение людей. Я не имею в виду физические столкновения, я имею в виду как раз столкновение интересов, приоритетов, интерпретаций, версий прошлого. И в этом смысле, проводя какие-то параллели между Ригой и Берлином, я вижу, насколько Берлин сохраняет в себе уже упомянутые мною следы, может быть, даже своего собственного безумия. Не только памятники, которые являются в немецком языке, есть такое понятие, скажем, мемориальное место или мемориальный памятник, который в то же время напоминает. Это памятник напоминания, да. То есть не только сохранение памяти, но это еще и некоторый мостик в будущее. Это напоминание о том, что что-то не должно повториться. И, по сути дела, если мы смотрим на Берлин нацистского периода, те 12 лет, которые привели в результате к катастрофе, этого государства и катастрофе населения, то надо сказать, что Берлин, конечно же, наполнен подобными, скажем, памятниками и напоминаниями, такими маяками и сигналами для того, чтобы что-то не повторилось. Ну, посмотри, в Риге ведь это не работает, потому что недавнее заявление министра обороны Артиса Пабрикса, который заявил о том, что легионер Вафен СС является гордостью латышского народа и латышского государства. Он это сказал, это есть на сайте Министерства обороны. И, в общем-то, даже те историки, которые занимаются историей Второй мировой войны, латышские историки, это важно в данном контексте, они высказали возмущение тем фактом, что Пабрикс, в общем-то, отправил на руины истории всю их работу, потому что они пытались, ну, осмыслить роль легионеров, катастрофу, трагедию, возможно, тех людей, которых против их воли призывали. Пабрикс сказал, что это наша гордость, и таким образом он, в общем-то, поставил все под сомнение. Ведь в Берлине это невозможно. В Берлине это невозможно, но здесь тоже есть несколько версий. Кто-то из, я не буду, допустим, упоминать конкретные лица, но то, что называется, какие веяния происходят в немецком обществе, есть какая-то часть людей, которые, они, правда, достаточно маргинальны, которые, скажем, чувствуют некоторую усталость от европейской интерпретации истории, и это так называемые представители право-радикального дискурса или так называемого народного, скажем, такого националистического движения, которое время от времени позволяет себе вот так вот немножко взбрыкнуться, что называется. Но надо сказать, что деноцификация, которая началась сразу после Второй мировой войны и шла десятилетиями, она, с одной стороны, конечно, чисто формально была, скажем, навязана победителями, но потом стала частью мировосприятия большинства немецкого общества и политиков, которые принадлежат так называемым гражданским партиям, потому что совсем недавно президент Германии высказал сомнения по поводу того, является ли, например, АФД, это, значит, партия, которая шифровывается альтернативой для Германии, или в русской версии АДГ, является ли она партией, которая представляет гражданский интерес, с иными словами, насколько ее принципы соответствуют принципам либеральной демократии и европейской демократической культуры. И в этом смысле я следил за реакциями СМИ, и хотя, скажем, в Германии дискуссия как таковая по сравнению с Латвией действительно уже вошла в кровь и тело общества, но здесь абсолютным приоритетом являются гражданские свободы и демократия. Во многом именно поэтому так тяжело здесь закрыть партию, потому что во многом это тень прошлого, и для того, чтобы это произошло, необходимо очень-очень долго, тщательно и внимательно следить, и во многом выбирается вариант, когда происходит постоянный мониторинг права радикального дискурса, и не позволяется ему уйти из-за запретов, условно говоря, в какие-то андеграундные, такие подпольные структуры. У нас звонок радиослушательной линии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Я к Берлину опять. Вот у меня такой вопрос. А как произошло бы соединение Берлина, ГДРшного и Западного? Ведь это же были совершенно разные города, можно сказать. Там и строительство было, ГДР совсем другое. И что стало с памятниками, которые были на территории ГДРшного Берлина? Спасибо. Да, спасибо. Спасибо, отвечу коротко. На самом деле соединение все еще происходит. Я думаю, что это достаточно длительный процесс. Признаюсь, так как я географический кретин, я часто не могу понять, в какой части города я нахожусь, но я это объясняю, может быть, тем, что я впервые попал туда в 93-м году, уже, что называется, после разрушения стены. И я поэтому, для меня это не ментальная категория, она не находится у меня в голове. Хотя сами берлинцы безошибочно знают, где какой район находится. Видимо, я еще мало здесь прожил. Говоря о памятниках, например, в том же Трептов парке совсем недавно, в конце лета, я как раз там был впервые, было очень жарко, я решил где-нибудь прогуляться и решил съездить туда. И да, сейчас там ведутся реставрационные работы, что называется, вот того комплекса объектов, которые связаны с, скажем, с присутствием советской культуры, памятники освободителям и так далее. И в этой связи, конечно же, параллель, прямая с тем, что происходит у нас, или, вернее, находится у нас в Пардаугове, тот памятник, который постоянно является объектом, скажем, дискуссии права радикального, да и, собственно говоря, так называемой социал-демократии в исполнении согласия, о том, что делать с этим памятником. Так вот, и Берлин, и Париж во многом это города зрелого, я подчеркиваю именно это слово, зрелого отношения к памяти, в том смысле, что здесь же в Берлине есть мозаики или фрески, которые, например, остались в так называемой восточной части города, и которые были созданы, например, сотрудниками мейсонской фарфоровой фабрики, и которые показывают строительство нового светлого социализма в Германии. Там, естественно, крестьянин объединяется с учеными, которые помогают им, там же инженеры, там же дети, там комсомольская, условно говоря, молодежь, которая шествует с транспарантами, или же рабочие, которые стоят в цехах, и все это осталось, и там написано, значит, да здравствует социализм, и там, условно говоря, плановое хозяйство, это наш бой, то есть все те классические, скажем, следы социализма, которые были здесь, но это странным образом, символично, это находится на так называемой площади восстания 17 июня 1953 года, когда берлинцы, восточные берлинцы, условно говоря, несколько дней просто в такой единой ярости восстали против советского присутствия, и несколько дней они пытались, собственно говоря, отвоевать свою свободу, и этим самым мы находим здесь возможный сценарий сосуществования объектов памяти, для того, чтобы можно было напоминать о том, что было, и чего повторять нельзя. Так вот, параллельно этой фреске с успехами социализма, который провалился 30 лет назад с треском, существует памятник, существуют фотоматериалы и объяснительные таблички о том, что такое восстание 17 июня 1953 года. То же самое, по сути дела, можно было бы сделать и в Риге, если бы наша политическая элита поняла, что именно в этом есть функция подобного памятника. Да, мы поговорим об этом сразу после небольшого перерыва. Да, сейчас мы прервемся. Ненадолго оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Зима близко» из цикла «Культ просвет». В студии работает Вадим Родионов, по скайпу из Берлина Денис Ханов и звукорежиссер Родион Золотарев. И мы говорим сегодня о двух городах, о их взаимодействии, взаимоотношениях, и об опыте Берлина, в данном случае в контексте, кстати, рижского опыта. Денис, тебе слово. Итак, вернемся к прерванному рассказу, возвращаясь обратно в Ригу и, скажем, используя пример Берлина как пространство, которое сохранило и название улиц различных периодов истории 20-го столетия, и памятники, и объекты, но в то же время это не означает, что кто-то дает волю, скажем, тоталитарным режимам оставаться в городском пространстве. Ясное дело, что из песни слов не выкинешь. Правда, наши политики все время подчищают песни и добавляют куплеты, если это необходимо, но это, по сути дела, деградирует сам жанр. То есть история может быть качественной, и ей можно верить только тогда, когда присутствует альтернатива. И нередко, например, та же знаменитая писательница и лауреат премии Алексеевич, она говорила о том, что источники живут только через историков. Они сами их выбирают, они их озвучивают, они могут их оживить. Поэтому не будем, скажем, пытаться говорить о том, что есть одна правильная история, истории могут быть разными, но так как мы существуем в рамках демократической, европейской культуры плюрализма, возникает очень-очень тяжелый вопрос. Как быть с теми, я скажу сейчас во множественном числе, памятями, которые вызывают у нас отрицание, неприязнь или которые необходимо осудить? А осудить не означает стереть. Стереть означает забыть и нередко это повторить. Именно повторение есть тот страшный призрак, которого Берлин хочет избежать. Именно поэтому Берлин наполняет то же штази, которое было действительно, скажем, таким центром ужаса, скажем, преследования людей, ломались судьбы, людей толкали в бездну и так далее, и так далее. Все это превращается здесь в историю о том, почему, и очень важно в взрослом обществе, а я, к сожалению, подразумеваю под этим не латвийское общество, потому что мы все еще нетерпеливые истеричные тинейджеры, все, в том числе избиратели, то это означает, по сути дела, наполнить содержание вопросами, почему и как это было возможно. Именно поэтому, если мы возвращаемся в Ригу, я считаю просто-напросто провокационным и абсолютно бессмысленным постоянное, регулярное, такое ритуальное желание снести памятник советским солдатам, его может каждый называть так, как хочет. Кто-то назовет освободителем, кто-то назовет просто нейтрально советский солдат, кто-то скажет, что это символ вторичной оккупации и тоже будет прав. Параллельно тому, что все это происходит в рамках европейской демократической культуры памяти, очень важно объяснить эти версии, очень важно объяснить даже тем, кто может быть проводит какой-то день празднования у этого памятника, объяснить то, что какая-то часть населения, большая часть населения, страдала от этого режима, что этот памятник для определенной части населения, не для всех, является символом повторения, скажем, советского режима, преследований и репрессий, который длился почти 50 лет. Это важно объяснить не только туристам, которые об этом прочтут сами по себе, это важно объяснить тем, кто вынужден по элементарному факту случайного рождения соединять в себе разные образы, слои и блоки памяти. Так, например, если я беру, допустим, свой конкретный пример, кто-то из моих родственников был на фронте, прошел войну, страдал, но вместе с другими, с французами, с англичанами, с американцами, с теми же латышами, которые участвовали в составе советской армии, а другого формата у них просто не было, так же, как для многих не было другого формата, как легион, они победили это зло, зло, которое готово было уничтожить европейскую культуру, в том числе и латвическую культуру. Мне не хватает соединения с европейскими ценностями как раз латвийской интерпретации истории XX века. Но здесь речь идет, извини, что я тебя перебил, мне кажется, это важный момент, речь все-таки в немецком обществе идет об обиде, потому что в латвийском обществе, мы можем говорить о музее оккупации, о тех вопросах, которые связаны с периодом советским, очень часто мы видим обиду, она доминирует над какими-то другими вещами, над поиском смыслов, над попыткой разобраться в том числе и в себе самих, мы видим большую, серьезную, глубокую обиду, и это многое определяет. Как мне кажется, вот в Германии есть такое, есть обида? Скажу несколько конкретных примеров. Я бы не сказал, что это была обида, но я был летом в Дрездене, и так как в опере, скажем, репертуара еще не было, то я просто-напросто присоединился к немецкой группе во время экскурсии, и Дрезден, как мы знаем, союзниками бомбился очень долго, основательные там остались одни руины, в том числе пострадал... Курт Ванегод считал это преступлением союзнических войск, кстати. Да, союзнические войска. И, естественно, пострадала тяжелая опера, и во время экскурсии экскурсовод упомянула это и рассказывала об этом со скорбью, с ощущением потери каких-то культурных ценностей, слоев, и я видел вокруг нее лица тех, кто слушали ее рассказ, и они были полны, скажем, печали по поводу разрушения. И тут я должен сказать, вот меня, что называется, извини, что я использую это слово, накрыло в том смысле, что, условно говоря, часть моей коллективной памяти среди тех, кто бомбили этот город. Но она в то же время объясняет то, что город этот был, как и другие города этой страны, тогда, условно говоря, сосредоточием тоталитарного режима и зла. И зла общеевропейского. Это не зло французов и русских, а это зло и ладышей, эстонцев и литовцев и всех остальных. Именно это то, чего мне очень не хватает в латвийском публичном пространстве. Поэтому речь Пабрикса, конечно, и для меня, как и для историка, который занимается этой темой, для меня это печальное свидетельство провинциализма и в то же время очень узкой, скажем, узкой конъюнктуры. То есть человек, который вынужден оставаться в политике, которая из-за нашего собственного, нашей собственной нестабильности, как избирателей, может человека низвергнуть и просто-напросто вышвырнуть из парламента, то так как многие из них стали профессиональными политиками, ничего другого больше не умеют, то во многом это вопрос экзистенциального существования, так как и в Рижской Думе, так и в парламенте, собственно говоря. Поэтому я думаю, что человек этот бросается подобными фразами, потому что таково решение поучаствовать в гонке за националистический дискурс. То есть ты считаешь, что он так не думает, что это все-таки спланированная такая цивилизация? Я считаю, что человек прекрасно знает, будучи образованным, он учился здесь, в Германии, и я думаю, что это человек вполне культивированный и так далее, но это человек, который принял условия политической игры, и человек, который выпячивает подобные формулы только для того, чтобы, собственно говоря, сохранить свой политический капитал. Потому что, посмотри, у нас ведь нет других идей. Если в Германии есть огромное поле левого культурного ландшафта политического, это права человека, у нас права человека что это такое? Это того, это неприлично, это жданок. То есть то, что сделала, допустим, жданок в этом смысле, она просто-напросто стигматизировала права человека. То есть почему-то и это большая ошибка тех избирателей и латышей, которые бегут от так называемых страшных русских в объятие националистического дискурса. Права человека это не жданок. И не всевозможные страны, и не правительственные организации, и так далее, и так далее. Это не парламент, не граждан. Парламент, не граждан это двойка политик интеграции. Простите, но смотреть в зеркало и видеть, что с нами произошло, а потом обижаться на зеркало, это просто смешно. Так вот, права человека важны так же курзинским крестьянам, как важны русскоязычным рижанам. И жданок не есть сосредоточие с ее, скажем, ну, я бы сказал так, это образ Жанны Дарк, такие образы существуют в разных культурах, и такое может быть. Но она не есть синоним прав человека, так же, как не есть синоним прав человека, допустим, тот же согласие. В то же время источником национальной культуры не является национальное объединение, я тебя умоляю, это люди, которые паразитируют на латвийском обществе десятилетиями, которые постоянно открывают болезненные раны, вместо того, чтобы инвестировать политический капитал в согласие, я согласен имею в виду консенсус, в то, чтобы привлечь другие группы в латышскую культуру. Они делают все, чтобы оттолкнуть людей, они делают все, чтобы наполнить горечью реальный опыт сосуществования, и то, чтобы, по сути дела, эту трещину сохранять. Так вот, здесь, в Берлине, есть огромный блок других тем. Возьмем феминизм. Феминизм у нас является ругательным словом, его скоро нельзя будет произносить вблизи людей за, не знаю, за праздничным столом. У нас почему-то даже сами женщины, нередко, я это вижу по студенткам, считают, что феминизм это нечто странное, агрессивное, и что-то, что мешает создать семейный очаг. То есть, у нас есть и такие странные представления. Поэтому, что у нас остается для Патрикса, который, в принципе, человек либеральных взглядов, насколько я могу судить, по его предыдущей политической карьере, по его каким-то академическим темам, остается, собственно говоря, драться за очень небольшой исчезающий ресурс национализма, к тому же с резко сокращающимся количеством избирателей. Поэтому, в принципе, это тупиковый путь. А это похоже, вот, извини, такая аналогия у меня возникла, это похоже на употребление наркотика. Потому что, ну, как мы знаем, из программы выбор, которая у нас по средам выходит, кстати, о зависимостях, начинаешь ты принимать героин, и он доставляет удовольствие, а потом нужно все больше, больше, больше и больше, и речь уже идет не об удовольствии, а о том, чтобы просто не было плохо. Ну, и так работает наркотик, тяжелые наркотики. Вот в этом смысле ведь мы тоже наблюдаем, что сейчас просто, мне кажется, в очередной раз мы наблюдаем такую волну национализма, у нас уже абсолютно вышли за пределы берегов, например. Министр культуры говорит абсолютно против, мы будем бороться с глобализацией, мы создадим здесь этнографические музеи, я не могу представить себе интернациональную Латвию, где будут жить люди других национальностей и так далее, и тому подобное. Говорит, категорически нет. Пабрикс, выступая, делает заявление, которое многих повергает в шок о том, что легионеры, оказывается, наша гордость, и мы должны гордиться и государству, и латвийский народ. Раньше избегали таких формулировок, говорили о сложной истории, сложной судьбе, ну, как я, собственно, уже и говорил. Опять мы наблюдаем вот этот вот уже абсолютно примитивный, абсолютно прямой, такой топорный национализм, который позволяет себе наши политики. Да, я считаю, что это, по сути дела, действительно наркотическая зависимость, причем зависимость именно от того, что нас разъединяет, потому что, по сути дела, на фоне подобных заявлений, подобного вот климата политического, но доберемся ли мы до темы, допустим, равноправия полов? Нет, это будет считаться либеральной игрушкой или десертом для богатых. Доберемся ли мы до темы, связанной с насилием над женщинами? Нет, сделаем ли мы инвестиции, которые позволят, допустим, увеличить количество тех, скажем, домов или центров, где женщины могут хотя бы переночевать, если вот в семье идет просто поток насилия, там, я не знаю, белая горячка и так далее. Будем ли мы когда-нибудь думать о том же несчастном законе партнерских отношений для всех? Я подчеркиваю, для всех. Нет, не будем думать, потому что перед нами страх глобального пространства, страх перед русской культурой, страх перед глобализацией, страх перед несчастным кебабом. Уважаемые радиослушатели, мы несчастному кебабу посвятим нашу следующую программу на следующей неделе, но в любом случае то, что несет действительно урон, это то, что мы блокируем сами целый ряд тем. Мы блокируем тему огромных, скажем, региональных различий в развитии. Мы блокируем то, что, по сути дела, налоговая политика дышит наладан и она не пополняется новыми, свежими суммами, тем самым просто-напросто у нас все меньше и меньше людей. То есть, в принципе, мы в какой-то степени начинаем уходить в какое-то забытье или, да, я бы мог сказать, что это своеобразный передоз, когда просто-напросто национализм становится единственной матрицей, которая объясняет мировые процессы и это так ошибочно, потому что то, что я вижу в пестром городе Берлине, это то, что новые силы, можно назвать новая кровь, неважно, как угодно, новые силы, новые культуры, новые люди, новые лавки, новые магазины, новые рестораны, и так далее, и так далее, это приносит не только разнообразие для людей, где можно зайти в ливанскую кухню, рядом здесь же есть испанская кухня за углом, есть самый лучший хумус из Израиля, и так далее, и так далее, неважно, это все, конечно, можно производить и на месте, но дело в том, что это, прежде всего, новые рабочие места, вот, например, несмотря даже на некоторую стагнацию экономики, все-таки в Германии, благодаря инвестициям и притоку людей, развиваются города, инфраструктура и так далее, то, что мы видим в Латвии, это, к сожалению, полное отсутствие перспективы того, как в этой глобализации можно жить, а глобализация подразумевает другие культуры. Я вот совсем недавно возвращался с города Готингена, поезд опаздывал на почти час, и так оказалось, что мое место было в купе, в купе, которое предполагается для четырех людей, и в этом купе, как в анекдоте, сидела, значит, немка из маленького городка, 800 человек, это, по сути дела, деревня, сидел один предприниматель из Франкфурта и женщина из Южной Кореи, которая работает редактором и ездит между Готингеном и Берлином, и я русский из Латвии. И этот предприниматель был слегка навеселе, и поэтому он был очень разговорчив, и он говорит, давайте-ка я угадаю, откуда вы все. У меня была в руках книга, естественно, кириллица, и он сказал, а, русский? Я говорю, да, живешь здесь? Я говорю, да, совсем недавно переехал. Он говорит, добро пожаловать, здорово. Потом он обратился к женщине из Кореи, узнал, кто она, чем занимается, уже два года здесь живет, оказывается, научит немецкий язык, а та девушка из маленькой деревушки рассказывала о том, как она едет к своей сестре в Потсдам. И тем самым у нас в купе сидели представители разных культур, и вот этот предприниматель безумолку говорил и говорил о том, что, по сути дела, его поражает, насколько люди желают приехать в Берлин, поселиться здесь, и действительно, я вижу, что этот город буквально вбирает в себя какие-то новые соки. Здесь очень много семей с детьми, здесь действительно есть культурное разнообразие, которое отображается и на экономике, потому что разнообразные нужды порождают разнообразные предложения. это означает, что, по сути дела, буквально каждый метр жилой площади здесь в Берлине или площади, которая сдается под предпринимательство, все занято, все бурлит, все кипит. Я реально вижу, что этот город наполнен. В каждом районе буйная жизнь. Нету районов, где, условно говоря, кончается город и начинается что-то такое заснувшее. У нас звонок, Денис. Давай, выслушаем радиослушателя. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Да, Константин. Мне кажется, что в том политическом кризисе, в котором мы находимся, в котором говорит ваш ведущий по телефону, он и базируется на вот таком благодушии, которое он транслирует на примере Пабрикса. Данные реплики имеются в виду, что Пабрикс, в принципе, хороший, добрый и пушистый, но в угоду конъюнктуре он пытается играть на националистическом поле. Ничуть не бывало. Вот в этом и ошибка заключается обозревателей и аналитиков. Пабрикс больше 10 лет назад, уже еще не будучи приверженцем национального курса, заявлял буквально следующее. Нашей задачей стоит ассимиляция русских детей в отрыве нового поколения от их стариков для изменения их родовой памяти. А где он это заявлял? Можете из точности? Да, в Дельфе 2008 год перед очередными выборами было большое интервью. Дословно, наша задача оторвать молодое русское поколение от их стариков. Наберите в гугле, вы эту фразу найдете. Это слова Пабрикса больше 10 лет назад. То есть он ничуть не изменился. Уже 11 лет, 12 лет назад он уже был готов работать в этом направлении. Сейчас просто ему руки развязали. И вот это благодушие, думая, что они на самом деле хорошие, они интеллигентные, либеральные, вот в угоду конъюнктуре они делают то, что делают, вот на этом благодушии они делают то, что делают. Да, спасибо вам. Ну вот такая реплика. Да, я ее принимаю, она тоже возможна. На самом деле я не упоминал категории «хороший и пушистый», я просто знаю как бы его и как исследователя, и как человека, который, скажем, все-таки был и депутатом Европарламента и так далее. Но опять же я говорю, я считаю, что это скорее принятие правил игры, которые не подозревают чего-либо альтернативного. То есть он может сделать свою политическую карьеру только в этих рамках. Вопрос, почему такие рамки? И здесь опять взаимосвязь, что называется, мы можем долго на них указывать пальцем, но это во многом и наше собственное восприятие, потому что, в принципе, для изменения политического климата необходимо менять отношения самих избирателей. То есть нам, как избирателям, необходимо принять то, что существует и другой. Что я подразумеваю под этим? Я подразумеваю то, что для латвийского населения необходимо понять, что плюрализм памяти не есть угроза. Плюрализм памяти есть реальность, память запретить нельзя. Так же, как нельзя запретить память о советском режиме и депортации, которая существовала и в советское время под запретом, под угрозами, она все равно существовала, и мы прекрасно видим, что она сохранилась и пережила советский режим и КГБ, и запреты, и все прочее. Таким же образом, в принципе, понятно, что кого-то из каких-то корней, там, от корней оторвать и перенести в какую-то закрытую, стерильную среду, тоже не удастся. Сохранится и память о интерпретации, скажем, Великой Отечественной войны. И она имеет право сохраниться, потому что памяти существует параллельно политическим запретам или политическим рамкам. Но вопрос в другом. Мы не можем жить на такой зыбкой почве, потому что на основе памяти создается самая неблагодарная форма, скажем, межэтнического напряжения и, может быть, даже ненависти. Это ненависть в прошлом, ненависть в той культуре, которую невозможно больше переписать. Но можно ее интерпретировать и можно показать, что существует многообразие, потому что большое количество латышей воевало во Второй мировой войне и на стороне Красной Армии. Вопрос, что их заставило туда пойти? Не всегда заставило. Это была и идеологическая решимость. Об этом, кстати, хорошо видно в дневниках латышских солдат и Красной Армии, и Легиона, которые очень аккуратно и добросовестно обработали, интерпретировали историки под руководством Виты Зелчи. Того человека, который, кстати, годами пытался объяснить миру и, условно говоря, представителям других государств, что такое Легион. Ну и вот теперь я не знаю, правда, ее собственной реакции, но, возможно, она тоже среди тех, кто не понимает подобного выступления Пабрикса. Что касается гордиться, я считаю, скорее, что это наша боль и скорбь, и постоянное напоминание о том, до чего может довести отказ от демократии и прав человека, когда люди были игрушками в руках разных режимов и выбирали между той же пулей в лоб или смертью своей семьи от голода и участием в Легионе. И здесь надо, собственно говоря, определиться. СС было и остается СС. Оно несет в себе ту смысловую, темную, густую, мрачную нагрузку, которая в Европе существует и обязана существовать дальше, потому что СС – это часть преступлений нацизма. Решение трибуналов и так далее – это следующий слой. Да, это следующий слой, касаемый в Холокосте. Но если мы говорим о том, что это гордость, скорее, это были люди, которые достойны сострадания, прощения и скорби. Скорби, но мне кажется, что в данном случае мы вбиваем еще один клин между европейской интерпретацией и истории, ибо мы больше не стараемся ее внести в европейский контекст. Да, у нас звонок, Денис, еще. Успеем его принять. Здравствуйте. Господин Хайлов, добрый день. Я вот хочу поддержать предыдущего звонившего. Вот зачем усложнять простые вещи, понимаете? То есть национализм, он есть национализм. Вы предлагаете не слышать то, что говорится, а поискать какие-то скрытые смыслы. Зачем это делать? Если человек вам хамит, он может быть прекрасный человек в других случаях. Но если он хамит вам в данном случае, то он хам. И так далее. То есть зачем усложнять, когда все и так понятно? То есть национализм здесь не просто существует, он расцветает. Так я же об этом и говорю всю передачу. Вы как-то вот говорите, что нет. Но вот надо присмотреться, надо как-то вникнуть, надо вспомнить, что там было, понимаете? А они, они не вникают в ничего, они идут вперед. Они продолжают вот это вот неправильное, ну так обобщенно говоря. Понимаете? Они просто вот... Сейчас говорится это, потом будет говориться следующее, понимаете? И мы будем опять как-то это все. То есть это национализм. Пещерный, махровый, глупый, прошлое, понимаете? И это надо называть, я считаю, не усложнять, а называть именно так. Все хорошо. Да, спасибо. Нет, ну я думаю, что в завершении нашей программы у нас осталось буквально несколько мгновений. Я считаю, что объяснять, разъяснять и приглядываться означает в какой-то степени проанализировать механизмы, как национализм работает. Потому что да, его можно называть как угодно. Национализм действительно глуп сам по себе. Это теория, которая далека от развития нации, потому что национализм, по сути дела, делает из других наций врагов. Национализм углубляет трещины, неприязнь, псинофобию, страх и так далее. Я с этим полностью согласен. Но объяснить национализм и объяснить его другим, тем, кто может быть затянут в него, в это пространство, в пространство ненависти, для этого требуется объяснение, время, дискуссия. И, скажем, припечатать или поставить штамп, это хорошо, но на это требуется время, потому что необходимо объяснять причины его возникновения. Спасибо большое, Вадим, за возможность сегодня поучаствовать. На следующей неделе я уже буду в студии, и мы продолжим программу «Зима близко» и поговорим о том самом несчастном кебабе, за который ты хотел ступиться. Да, ну что ж, поговорим об этом в рамках нашей программы «Зима близко». Денис Ханов, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Я с вами не прощаюсь, впереди программа «Диагноз недели». Ждем Ариэля Резник-Мартова. Денису говорим до свидания, до следующей недели. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»